Мужчина именно говорит, как думает. Это его проблема. Но ваше счастье. О чем не следует рассказывать партнеру? Ведь доверие не означает посвящение во все тайны. Ой, ну это очень такой вопрос в деталях. На самом деле главное не рассказывать партнеру то, что может им неправильно быть интерпретировано и его обидеть. Если вы сообщаете ему что-то, что может его обидеть, потому что он просто не поймет ваших мотивов, вот это тонкий лед. Не ходите по нему. Каждый раз поругавшись с мужем, я думаю, все, развожусь. И так 25 лет. Я нормальная. Ну, слушайте, у каждых людей свои развлечения, поэтому если это придает, так сказать, шарма вашим отношениям, можно в том же духе продолжить. Как научиться верить своему партнеру, если иногда он говорит неправду? Важно же понимать партнера. Ну, понимаете, если вы понимаете, что он сейчас соврал, потому что... Ну вот ребенок вам соврал, что он не ел конфету, а вы знаете, что он ел. Ну, как бы, он почему соврал? Надо добиваться от него правды. Если это такого уровня вещи, ну, здесь вы просто можете принять это как, ну, такие слабости, милости, которые есть у наших близких. И это просто можно даже любить. Как перестать бояться, что тебя оставят в отношениях? Только работая над своей собственной ценностью, вот, потому что, ну, если вы ощущаете собственную ценность, то, ну, расставание возможно, в них нет ничего страшного, вот, но вы просто будете снова кому-то нужны, потому что у вас есть ценность, которую вы в себе взращиваете, тем, что вы делаете, какими вы становитесь, насколько богатыми внутренними становитесь. В этом же ценности. А богатство на самом деле это в ваших психологических способностях, навыках, знаниях, умениях. Как понять партнера, если он закрывается в себе, и от этого его трудно понять? Ну, это действительно проблема. Многим людям, на самом деле, даже тяжело как-то себя, самим себя понимать. Вот, это же навык тоже. Что такое эмоциональный интеллект? Нет, эмоциональный интеллект, у него есть очень четкое научное понимание, не такое вот, как, благодаря известным книжкам, а научное, да, и научное понимание состоит в том, что эмоциональный интеллект – это способность осознавать собственные чувства и понимать, какие чувства испытывает другой человек. Вот, и это навык, его нужно тренировать. И хорошо, если вы можете донести до близкого, что ему бы с этим навыком что-то поделать, вот, и развивать этот навык можно, и даже самые сухаристые сухари, он должен сказать, могут стать и чувственными, и эмоциональными, и пронзительными, вот, если они переживают нужный образовательный опыт в этом смысле. Нужно ли в эпоху тиндера стремиться к моногамным отношениям или выбрать более естественную форму отношений – полиаморию? Я не могу сказать, к чему людям нужно стремиться. Я не являюсь, как это, инстанцией, которая сообщает, что нужно или не нужно делать. Просто каждое наше действие, оно имеет последствия. То есть, и эти последствия являются нашими. Если вы хотите иметь отношения с партнером доверительные, заботу, поддержку и так далее, ну, вы должны будете что-то инвестировать в это. И часто такой инвестицией со стороны и мужчины, и женщины является сохранение верности этому партнеру для того, чтобы он чувствовал собственную ценность для вас. Но вы можете быть полигамны, вы можете встречаться с несколькими партнерами, иметь много разных впечатлений от этих отношений, связей и так далее. Но вряд ли кто-то из этих партнеров окажет вам того уровня, объема или качества, эмоциональную поддержку, в которой, возможно, вы будете нуждаться. Но это же вопрос взвешивания результатов моих поступков. То, что, понятно, отношения любые, это обязательно требуют инвестиций. Инвестиции — это не всегда вкладывание, а это иногда и сжатие, так сказать. Сжатие. Чтобы особенно, так сказать, не... Вот это вот. Но это будет иметь другой результат. Но это тоже не гарантированно, потому что если вы не умеете эти отношения строить, то вы и моногамные отношения испортите, и все пойдет. В общем, мозг включите, и там дальше хоть вообще, хоть полиомолия. Как правильно расшифровать, что именно пытается донести визави мужского пола, когда разговаривает с женщиной? Вот слушайте, вот мужчин, мужиков вообще не надо расшифровывать. Они что говорят, вы просто вот прям слушайте дословно. Это девушки там, они как-то думают, что если они усложнят, то будет понятней. Вот. С мужчинами так. Ну, если, конечно, это период какого-то... как бы такого игры, вот, у мужчины может что-то наплести. Есть особенно такие, у которых подвешено, и у них не останавливается это. Плетут это все. Вот. А если у вас уже какие-то отношения, то в целом мужчина именно говорит, как думает. Вот. Это его проблема. Но ваше счастье. Вот. Вы только поймите, что они другие, и они говорят вот это. Прям дословно, что думают. Это страшно. Это правда. Вы не можете поверить, что они так думают, как они говорят, но вот в этом, собственно говоря, и есть ключевое, что нужно осознать. Да, мы разные существа, но в этом наша прелесть. Помогает ли красная таблетка онлайн наладить отношения, и если да, то как? Значит, здесь несколько есть ключевых вещей. Иллюзии застилают нам глаза, и избавление от этих иллюзий является очень важным для того, чтобы вы могли в отношениях быть как бы счастливыми, и отношения сами были бы ценными. Вторая вещь – это доверие и искренность. Это результат понимания друг друга и ничего, что другое. И учиться понимать друг друга – это тоже сложная штука, и именно этому учит красная таблетка. Соответствующий курс. И третья составляющая – это в отношениях нужно быть не сиротами, которых приютили, а нужно быть людьми, которые способны дарить от собственного избытка, от собственной ценности. Красная таблетка позволяет вам эту ценность обрести. Будет чем-то он называется делиться, будет что предлагать человеку, которого вы любите. до тех пор, пока вы способны давать, вас будут ценить. Как только вы начинаете садиться и нудеть, и требовать того сего, как старуха вот эта, с ведром, с корытом, одно, другое, и все не устраивает. Заканчивается все, хвостиком по младе, это и ушла в далекое Синее море. Но пусть возвращается, мы теперь красную таблетку знаем, все будет хорошо. Синее море, все будет хорошо. Продолжение следует...